Используем! Привет! Спортивным приветом Станислава Воскресенского встретили в Морозовской средней школе Тейковского района. Здесь обучаются чуть больше 70 ребят. Показатели успеваемости высокие. Ученики становятся победителями предметных олимпиад. Около 70% выпускников ежегодно без труда поступают в вузы. Любимое место всех учеников – этот спортзал. В прошлом году его отремонтировали. Теперь пусто здесь не бывает никогда. У нас были такие страшные окна. Сейчас окна светлые. Все замечательно. Детям здесь очень нравится. Вы видите, что стены мягкие, полы удобные. Кроме детей, выпускников и родителей к нам еще приходят и даже бабушки. Они занимаются фитнесом у нас здесь в свободное время, когда свободен спортивный зал. В Морозовском отделении врача общей практики 100% укомплектованность кадрами. Есть врач, два фельдшера, две медсестры и лаборант. Оснащены мы также кардиоджетом. То есть, если у больного случается боли в груди, мы можем передать кардиоджетом кардиограмму в кардиоцентр Иваново. У нас здесь есть аппарат УЗИ переносной, к которому приезжает врач и каждый месяц делает больным УЗИ органов брюшной полости. Кроме этого, еще этот же доктор делает УЗДГ сосудов. Радиус обслуживания этого медучреждения 35 километров. 15 населенных пунктов. А вот автопарк не впечатляет. Старый УАЗик с износом 95% и велосипед. Просьба к губернатору помочь с заменой машины. У села Новая Леушина аналогичная просьба. Там служебное авто и вовсе сломалось. Сломался старый автомобиль и мы дали старую Волгу. Но пока хотя бы на чем-то ездить. Но, конечно, по району ездить на Волге это не очень удобно. И она тоже будет просить автомобиль. Тоже такой проходимый, санитарный. Можно просто УАЗик обыкновенный. А они достаточно вам? Зачем УАЗик? А это же высокой проходимости автомобиля. Вы знаете, иногда надо транспортировать больного. Иногда ведь бывает все в жизни. Поэтому, да, желательно бы все-таки УАЗик. Станислав Воскресенский пообещал вопросом заняться. Но для начала нужно понять, какова общая потребность в УАЗиках по региону. В Лежневе к нему обращались с аналогичной просьбой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейковский район.